всем огромный привет сегодня по немногочисленным настоятельным просьбам в том числе ганса будем рассматривать машинку бравада дорадо которая не так давно было не так давно была добавлена в игру эта машинка у меня еще до нового года было его теперь когда снег убрали посмотрим как же как же она себя ведет и стоит ли на того чтобы ее покупать да кстати ганс вон стоит и султан rs беневский не переживай он никуда не делся но мы плавно перемещаемся в зону мастерской и посмотрим как у машины дела обстоит внешним видом хотя она конечно не в стоковом уже видя частично с внешним тюнингом и собственно сам внешний тюнинг я вам тоже покажу приступим начнем с внешнего вида так вот посмотреть на машину по идее она должна быть очень большая громоздкой вспомните хотя бы тот же самый бравада бизон машина внушительная а вот дорадо почему-то она кажется меньше этот вопрос мучил не только меня мы его рассмотрели отчасти в под капоте этой машины ссылочку можно будет найти в описании ну и здесь я могу если не забуду прикреплю вверху экрана посмотрите она может быть там оказывает что действительно вроде бы это большой внедорожник но когда выезжаешь по нему дорогу он оказывается не такой уж и большой к тому же по непонятной причине очень высоко сидит ведь какой у него дорожный просвет ну и довольно таки узенький ну да ладно это мои придирки небольшие теперь посмотрим что же у машины с внешним видом к передку меня никаких вопросов нету никакой особой радости он меня не вызывает отторжение тоже он просто обычный разбавил я его довольно скучный внешний облик кенгуретником с рядом дополнительных фар чему собственно и нет база довольно длинная и при том что машина не сказать что уж слишком широкая могут быть определенные проблемы с поворачиваемости входа в поворот этот момент мы тоже проверим четыре места у машины 4 дверочки насчет дисков честно вам скажу не помню по моему все таки они штатные стоят но я не берусь этого судить мы с вами этот момент посмотрим во время изучения внешнего тюнинга диски хромированные красивые если они окажутся стоковые тем лучше сэкономить и деньжат задняя часть тоже ничего особенного нет такая гладенькая спокойная без всяких изысков без огроменных в половину высоты каких-то фонарей светодиодных обычная задняя часть машины и все ничего необычного нет ни тоже немножко кенгуретником разбавил выхнапная труба одна что касается защиты водителя но вы сами видеть подголовник голову не закрывает от слова совсем поскольку стёпы никакие не пулестойкие то гриферы к свыкающие их не радости будут вас постоянно в голову простреливать это печально лючка нет спасибо хотя бы за это будете возить ящики вряд ли что-то будет прилетать вам в голову от вертолетов которые будут вас преследовать что ваш машинка ну-ка давай голос подай неплохо для внедорожника согласитесь и самончик но приборная панель она очень хорошо многим знакомым в многих машинах присутствует и ничего необычного нет из печального то что руль полностью перекрывает все приборы мне конечно приятно видеть что залит якобы полный бак и датчик с температурой тоже чё там показывает а вот то что не тахометра не спидометра не видать но это спасибо большое rockstar что-то вы в последнее время при создании новых машин то тут накосячите то там накосячите ну хоть бы как-то это все-таки поправлялась но увы нет весел никаких стеклоподъемника нету сидение простенькая со строчкой обратите внимание что цвет кузова машин не совпадает цветом строчки либо этот дополнительный цвет за него отвечает за оттенок строчки имею ввиду либо не перекрашивается вообще я тоже не сильно удивлюсь тоже этот момент проверим и заднее сиденье тадам да подголовники не завезли конец двадцать третьего года начал двадцать четвертого у нас в новой машине нету подголовник на заднем ряду сидений но и само сидение какое-то такое тошнотное на него смотришь и противно становится ладненько это то что касалось внешнего вида поговорил немножко поворчал теперь самое время посмотреть как машина обстоит дело с внешним тюнингом первые позиции для внешнего тюнинга у нас будет в этот раз там не какой-нибудь капот или что а сразу накладки на крылья давайте посмотрим что не себе представляет вот так в стоке выглядят скорее всего дополнительного цвета черного перекрашенный карбон чем они уличные отличаются немножко больше выступают спортивные а спортивно чем отличаются да ничем просто еще одна пластиковая такая накладка на капоте появляется ладно почему бы нет я решил чтобы у меня не выделялась в цвет корпуса добавить так следующий на стенгурятники стандартная машина выглядит вот так довольно таки пресненько над как-то разнообразить хром 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 ром но я посчитал что да я люблю хром но все-таки это внедорожник и ему лучше бы чего-нибудь такое что не скалывается краска какая-нибудь устойчивая гравию и выбрал такой вот вариант здесь еще больше можно лет вот такой вариант не нравится почему может повлиять на проходимость автомобиля если вы любите оффроуд поэтому мне такое не нравится такс бамперы передний тут не знаю стоит ли чего-то комментировать вы сами все прекрасно видели задний задний бампер отличаются они тем что как обычно несколько вариантов раскраски плюс карбон но и усиленный он совмещен с кенгурятником нет отдельной позиции для кенгурятник хотите кенгурятник выбор у вас только один будет такс что у нас дальше передние крылья оказывается их тоже можно поднастроить по другому какая разница пусть так будет решетка радиатора вот можно вообще секции убрать мелкая сеточка будет возможно тогда же будет поинтереснее если вы будете без кенгурятника любителям хрома наоборот крупная сетка хромированная пожалуйста делайте капот ну вот уже практически треть позиции пролистали только появился вариант с воздухозаборником но это внедорожник зачем у воздухозаборники такие спортивные непонятно вот с такими вот решетками вентиляционной мне кажется как-то посимпатичнее будет но это опять же мое мнение может не согласиться в любом случае есть чем над чем поработать так раскраски полосочки полосочки с эмблемой бравада кстати неплохо языки пламени двухцветная схема с языками пламени тоже кстати неплохая охотничий камуфляж был бы он матовый а не блестящий вот такой блок наверно интересно когда он так вот блестит дичайше мне не нравится так с окрасочка основной цвет давайте смотреть пишут нас по окраске понятным причинам если бы бамперы были выбраны в основной цвету они бы были на не перекрашивать был основной цвет практически весь корпус автомобиля перекрашивается за исключением бамперов и не зеркал заднего вида строчка на сиденье не перекрашивается дополнительный цвет как раз бамперы которые перекрашивал перекрашиваются нет строчка остается белого цвета печально конечно так и зеркана не перекрашивается все все ясно все понятно эмблема банды на двери довольно крупненькая не пропустишь там уж чем мелкой на капоте аксессуару для крыш стандартно крыша и тут так багажнички световая планка я люблю такие светодиодные планки поэтому ее добавил бокс прикольники есть в общем можно было говорить внешний вид парочку троечку вариантов но нет так нет на 1 пороге стандартные вот такие вот по сути дела отсутствует и авто такие не выступающие за габариты выбрал вот это конечно интересный вариант но обратите внимание уже за габарит выходит и можно будет где-то там за камни начинать цепляться если не гонять по у фроду то вариант вполне себе неплохо ну то же самое вот кстати неплохой тоже опять же с моей точки зрения можно можно хороший набор порогов спойлер даже это не забыли козырячий кстати добавляется багажной двери ну вот это уже ребят совсем перебор зачем вот вот это вот сюда добавили совершенно непонятно нету машин такого ускорения и такой максимальной скорости чтобы такие практически самолетные крылья навешивать на нее так что у нас осталось колеса давайте как раз посмотрим у нас внедорожник и на это стандартные все-таки это стандартные очень красивые диски хромированные пускай они так и стоят ну тут уж дело ваше здесь даже на больше вездеходный вариант стоит потому что обратите внимание вот это вот из раздела для внедорожников чувствуете да какой такой подход как у ребят из дэвиса так а ну-ка если вездеход ну вот вездеход большим подходит если брать именно вездеходные диски то ничего не меняется и размер подходит и протектор остается тот же самый имейте ввиду и на сладенькое у нас что стекла разумеется смотрим будут ли фары перекрашиваться зависимости от того используем эту неровку или нет задние нет фонари фары передние тоже нет ну собственно вот так по мне так неплохой подбор неплохая подборка всевозможных элементов внешнего тюнинга но в ряде случаев и с хотелось бы чтобы что-то добавили а в ряде случаев как вот этот последний спойлер чтобы его просто не было в меню выбора ладно но это мое мнение теперь приступаем к тесту а Продолжение следует... 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 Мы с вами и с нами, естественно, Дорадо перемещаемся на мою импровизированную трассу. И давайте смотреть, как эта машина чувствует себя в режиме гонки. Но заодно потом поговорим, как она себя чувствует в трафике. Управление у машины все-таки тяжеловато. Я еще раз убеждаюсь в том, что она небольшая, компактная, управляется она как какой-нибудь Грэнджер. Точно так же абсолютно. Не сразу реагирует на поворот руля. Очень так раскачивается из стороны в сторону при поворотах. И тормоза. Но я не сказал бы, что они очень хорошие. Надо все-таки тормозить немножко пораньше. Потому что машина не сразу начинает замедляться, а какое-то время еще кайтится вперед. Тормоза средненькие, скажем так. В повороты машина входит вроде бы неплохо, но все равно чувствуется тяжесть. Я не знаю, почему так сделали Rockstar, но в этот раз они с настройками не угадали. Так, немножко задний мост гуляет. Я думаю, нам будет мешать. Попробуем вписаться в змейку. Получится ли или нет, посмотрим. Задний мост гуляет, но пока в занос не срывается. Так, надо, наверное, прокомментировать это. Немножко сдадим назад. Что я хотел бы отметить. Вы, наверное, обратили внимание, что очень широко заходил в траекторию. Я пытался как можно ближе к флагам перемещаться, но у меня это не получалось. Машина с ростом скорости становится сложноуправляемой. Она очень неохотно заходит на траекторию в повороты. С упражнением справилась. Задний мост не занесло, хотя он всячески пытался такую нам свинью подножить. Но тем не менее справились. Но удовольствие от такого вождения я не испытал. Давайте попробуем быстро поворачивать руль влево-вправо. Посмотрим, удастся ли нам разболтать машину. Нет, ничего не получается из-за того, что динамика у нее оставляет жена тем лучшего. Если жмете на газ и пытаетесь маневрировать одновременно, она практически не разгоняется. А из-за того, что она практически не разгоняется и не получается ее разболтать. Очень плохо она маневрирует, если надо быстро перекладывать руль. В трафике вы таких проблем не почувствуете. Но вот в режиме гонки, если вы, конечно, любите гонки на внедорожниках, тут возможны проблемы. Потому что есть машины при больших размерах гораздо лучше поворачивающие. Так, и что нам осталось посмотреть? Это сама в целом поворачиваемость. Ярко выраженная, избыточная на маленьких скоростях. И с ростом скорости управляемость становится недостаточной. Ну и в том числе машина хуже держит траекторию. Что я могу сказать? Еще раз повторюсь. Вот если закрыть глаза и прочувствовать управление, вы управляете как будто Грэнджером или какой-нибудь Кавалькайт XL. Управление настроено на большую тяжелую машину, но никак не на машину размером с Дорадо. Она должна быть легче в управлении. Но нет. Почему Rockstar так сделали, я не знаю. Но управлять ей не очень приятно. В трафике, при движении среди машин ботов, в потоке машин, вы не почувствуете код дискомфорта. Там ее маневренности вполне достаточно, а маленькие габариты наоборот. Только способствует тому, что вы проскакиваете там, где на другой машине вы просто не вписались бы в этот зазор. Но еще раз оговорюсь. Управление у этой небольшой машины как у тяжелого большого внедорожника. Мне это не нравится. Двигаемся дальше. Следующим нашим испытанием будет промъезд плюс-минус прямолинейный по грунтовой дороге. Посмотрим, как машина будет чувствовать себя здесь. Здесь нет никакого эффекта моно под колесами. Машина хорошо держит направление. Ей не надо практически подруливать. Обратите внимание, как она себя ведет. Вроде маленькая, но на кочках практически не подскакивает. Это говорит о том, что вес у машины большой. Поэтому она так тяжело и управляется. Скорость заметно просела. Но в остальном каких-то проблем я не наблюдаю. Все под контролем. Машина двигается куда надо. Единственное, что делать, это с маленькой скоростью. Это печально на самом деле. Давненько, очень давненько у нас не было наших старых добрых волноломов. Но раз у нас машина относится к классу внедорожники, то добро пожаловать на испытания волноломами дорогой Дорадо. Итак, для тех, кто недавно смотрит мой канал, еще не видел этого испытания. У нас тут есть три траектории. Зеленые, желтые и красные. С возрастающей, соответственно, сложности. И смотрим, как у машины с преодолением препятствий. Чем сложнее траекторию возьмет, тем из нас, соответственно, лучше. У нее проходимость по жесткому бездорожью. Начинаем с красной траектории традиционно. Посмотрим, осилит ли. Заезжаем без разгона. Ну, не сказать бы, что совсем без проблем машина проскочила. Но сделано это довольно уверенно за счет большого дорожного просвета. Ну и мощность на нем тоже помогла. Так, попробуем тоже вот здесь вот заехать. Молодец какая. Затолкал на себя на это препятствие. Ладно. И вот это последнее препятствие. Оно здесь одно. Самая жесткая часть пути. Если у нас не справится, значит, проходимость у него очень даже хорошая. Так. Так вот. Ну-ка, поехали. Вы сами все прекрасно видите. Нужно ли что-то комментировать? Попробуйте на любой другой машине здесь по волновому покататься. Я уверяю вас, что далеко не у всех результат будет тоже впечатляющий. Вообще никаких проблем. И это здорово. И теперь у нас, Павла, на очереди самое брутальное испытание всех, которые существуют у меня для машин. Это испытание с клоном горы Чилиад. Здесь мы проверяем не только максимальную возможность проходимости машины, но также мощность ее двигателя. Два в одном, как говорится. В целом, Дорадо показала очень хорошую проходимость по жесткому оффроду. Но не будем забывать, что волновомы-то они на небольшой высоте расположены. Склонов там никаких нет. Их тоже преодолеть надо суметь. Но, тем не менее, нет ничего жестче, чем крутые склоны горы Чилиад в этой игре. И посмотрим, справится ли Дорадо или нет с этим препятствием. Да, к сожалению, трасса у меня из исками какими-то не отличается. Она довольно-таки кривоватенько сделанная, но со своими задачами справляется. Надеюсь, что вот эти зоны разгона, мигающие, нам не понадобятся. Но, честно признаюсь, что по ощущениям Дорадо не только настроена как тяжелая машина, но у нее также недостаточно прокачан движок. Он достаточно слабенький для такой небольшой машины. Хотелось бы, чтобы она помощнее была. Может быть, не уровень монстра сети, но что-то очень похожее на него. Но пока что она двигается с очень большим трудом. Я для вас маленький секрет раскрою. Это уже второй дубль. В первом дубле машина не смогла осилить гору Чилиад. Но там был ряд ошибок с моей стороны. Потому что, если у машины снабый двигатель, как в нашем случае, то к этим отбойникам притираться нельзя. Иначе машина встает на них и уже никуда не едет. Она не может от них отлепиться. Ей не хватает для этого мощности двигателя. Осталось немножко. Если все получится, мы финишируем на основной вот этой трассе. Если нет, то вернемся альтернативным путем. Но хотелось бы, чтобы машина справилась. Не торопимся. Аккуратненько преодолеваем препятствия. Самое главное вот здесь вот заехать. Посмотрите, справилась. Учел я предыдущие ошибки. Не стал притираться к отбойникам. И машина трассу практически проехала. Осталось чуть-чуть. Ну что ж, поздравляю Дорадо. Она справилась. Вот уже у нас и финишный круг. Но хочу вам сказать две вещи. Первое. У машины недостаточная мощность двигателя. Это тот факт, что я заехал по этой трассе наверх. Это доля случайности. До этого мне подобное не удавалось совершить. А у Монстр Сити тоже у нового. У него каких проблем нет. И то, что машина немного все-таки склонна к переворотам. То есть, если где-то вы перекатываетесь на самом остров гребня, то есть шанс на то, что машина прокинется. Не как Риата, но все-таки у нее такая возможность присутствует. Ладно. Тем не менее, победителя не судят. Дорадо справилась. Запишем ей в плюс. Дорадо молодец. Подошло время сделать выводы. И какие-то однозначные, именно точные выводы я сделать по этой машине не могу. С одной стороны, мне она нравится внешне. У нее нет никаких таких ярко выраженных моментов в дизайне, которые бы привлекали к ней внимание. Она очень спокойная. Но, возможно, поэтому она мне и нравится. Мне на ней нравилось кататься по заснеженному Мусантосу. И даже по горе Челяд. Как-то она управлялась немножко поприятнее в такие моменты. И как-то можно было списать на снег под колесами то, что она тяжеловато поворачивает. Но вот снег сошел. Я ее снова выкатил. И одно могу сказать. Что-то Rockstar с этой машиной перемудрили. Если в плане внешнего вида тюнинга вопросов вообще нет никаких, то вот настройка самой машины вызывает у меня очень большие вопросы. Во-первых, динамика вроде бы неплохая, но со временем начинаешь обращать внимание на то, что машина не очень-то хорошо разгоняется и довольно быстро достигает максимальной скорости. Да, это не спортивный вариант, но все равно это максимально странно. Второй момент. У меня снадывается впечатление, что все-таки хоть у нее и полный привод, то есть вращаются все колеса, но на переднюю часть привод раздается больше, чем на заднюю. И поэтому у нее есть проблемы с заездом на крутые препятствия. И самые главные ее недостатки. Двигатель недостаточно мощный. Из-за этого, вы сами видели, на гору Челят она заехала с большим скрипом, и то только по делению случая. И сама настройка. Машина небольшая. Вот сами видели, сейчас здесь Грэнджер крутился. Он намного больше, чем Дорадо. Но Дорадо при своих размерах почему-то управляется как огромный тяжелый внедорожник. Неповоротливый, с недостаточной мощностью. Но вот прям если вы Грэнджер затюнингуете, вы помучите то же самое. При всем при том, примерно с такой же размером, наверное, Дабста 2 по ощущениям. У него мощность двигателя больше. А тут, не знаю, не знаю, ребята. Что я могу сказать про эту машину? Да, пока она у меня останется в гараже, но какого-то вау-эффекта от общения с ней я не получил. Мне маловато того, что машина хорошо чувствует себя в трафике. Это, конечно, плюс. Но должны быть еще какие-то плюсы. А у этой машины, к сожалению, этих плюсов нет. Но это мое личное мнение. Если вам машина внешне понравилась, то, конечно, покупайте ее, ставьте в гараж и пускай она вам приносит удовольствие. Я высказал свои сомнения и свою точку зрения. Согнашаться с ними или нет, тут уже вы решаете сами. Пока машина остается у меня в гараже, но она первый кандидат на то, чтобы его покинуть, как только мне понадобятся новые места. На данный момент у меня все равно остается любимым внедорожником, именно в классе внедорожников, это Дабста 2. Ну, сюда же можете отнести Дабста 1. По сути дела, это одна и та же машина. По характеристикам они, как близнецы-братья, в принципе, они таковыми и являются. Ну, а в классе вездеход у меня на данный момент любимая это Монстр Сити. А эта машина просто пока что находится в гараже и не более того. На этом у нас тесты закончились, выводы сделаны. Хотелось бы надеяться, что вы получили ответ на свои вопросы и составили свое хотя бы теоретическое представление о том, нужна ли вам эта машина или не нужна. Мне остается только поблагодарить вас за то, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что не поленились прожать палец вверх. Если сами не хотите этого сделать, ну, тогда поделитесь этим видео с друзьями. Опа. И пускай они подпишутся и поставят на их за вас. Это будет очень большой подспорь и мне. Это куда это у нас, джентльмен, поехал? Что-то боты сегодня странно себя как-то ведут. Вот что-то на сервере, что ли, не то случилось. Вот куда он поехал? Очень хороший вопрос. Смотри, не упади тут. Это будет фиаско. Это фиаско, братан. Ладно, отвлекся. На этом действительно все. Тесты завершены. Я с вами прощаюсь. Уверяю вас, что мы увидимся с вами в новых видео и на новых стримах. Всем удачи. Всем пока, народ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова